приветствую вас здесь изображение главное потому что я хочу просто привести один документ вы знаете меня скверно привычка читать документ не газету правду неофициальный сайт и документ понятное дело что с времен петра первого мало осталось документов не официально остались это чушь то же самое что вы сейчас прочитать официальное сообщение о успехах там не знаю президента украины или россии это осталось записочка видите тут все сноски так дальше то есть он этот документ напечатать 1870 году с основания документа даже написано кто как но это записка я так понимаю с монет на дворах петру великому но самый текст текст обращаю ваше внимание ну я так понимаю там чиновники не знаю как он назывался там чеканщик или старший чеканщик пишет что так и так вот мол вот видите как делать деньги что под меди стоит 8 рублей сразу говорю понимаете тогда руб это большие деньги чтобы это немножко правильно поняли там немножко не так за работу полтора рубля вот видите он пишет с полкины тут же пишешь а старых больших копеек можно набить вы видите 20 рублей но вы дальше видите вот он сноску делает что тогда соотношение как у было пять пудов 100 рублей то есть но немножко не так как это сейчас считается по допущение сразу рубли так не переведите в копейки там ну там немножко другая была мера измерения вы поняли и тут же этот чиновник ну пыль гос чиновник советует царю аферу сделать вот в обращение мать аферу вот это есть пьет первый аферист жулик мошенник вот фактически теперь дальше то смотрите что предлагает этот чиновник а давайте мы ну грубо говоря ну там видите как это сделать более пустую монетку и бить не 20 рублей а 40 рублей 100 же веса то есть другими словами правильно правильно пустышечкой набивать пустышечкой дурочку гонять ну дальше он даже приписывает что мол подлый народ значит смотрите слово подлый народ это не оскорбление тогда просто делили дворяне это благородные а все кто не дворяне подлые это это не оскорбление это просто но определенное сословие подлый народ все равно смысле слабо но тут эти даже указывает что надо сделать чеканочку надо там немножко набить этот чеку чтоб народ не на вес брал то есть вес он не понимает а на вид обратили внимание и будет брать и доход будем иметь хороший ну конечно будем иметь хороший сам подумайте грубо говоря он предлагает из той же самой меди два раза больше набить медных монет понимаете вот это есть 1 вот это есть кто он такой настоящий вот понимаете документы читаешь чертовски хорошо вы скажете а другие другие такие самые не поймите добрых царей не бывает и сейчас тоже такие либо ребята но когда начинаете вы размазывать слюни или рассказывать всякие глупости что ах великий реформатор ах мы на него молись ребята он же такой мошенник жулик аферист как и сейчас да действительно он прежде всего думал о своих так сказать интересах о интересах своих людей это факт и занимался мощность как и сейчас я сейчас говорю что сейчас негде клейма ставить не на путин не на прошенка не набора парк обо мне спорю но не надо с петра первого дела святого ну бог свидетель нету там ничего святого обычный жулик обычный правитель обычный тиран но самодур честное слово столько погубить людей ради того чтобы построить город на болоте ну я скажу так путин такой не делал вы сами знаете ельцин тоже делал прошенка ума не хватит но другие не делали а тот первый делал вот это за это он ну скажем вот так заслуживает порицания но то что он фальшивые монеты делал как все сейчас тоже между вот эмиссия гривен вот вот фактически вот когда делать эмиссию гривен то же самое ну тогда монеты так чекан и все поняли окей